К чему труднее всего привыкнуть в Таиланде? Тем более, если вы не турист, а приезжаете на долгий срок, да еще покупаете или арендуете жилье. О трудностях лучше расспросить тех, кто уже обжился здесь. С ними можно соглашаться, можно нет, но прислушаться стоит. Опыт жизни на Пхукете от сотрудников компании «Виллокарте». Очень долго привыкал к тропической жаре. Очень многие заблуждаются в том, что это небольшой остров, где всегда что-то есть в пешей доступности от отеля. Вышел и необходимое найдешь. В некоторых районах так и есть, но есть районы, где без машины не обойтись. Рядом с чем-то очень дорогим, элитным и красивым может находиться что-то очень нищее. Может быть, к этому люди могут долго привыкать. Начнем с языкового вопроса или языкового барьера. Приехав на несколько месяцев, вы, очевидно, будете общаться не с гидом, а с местными жителями. На каком языке и вообще, как здесь с русским? Был период, когда я только приехал, когда тайцы активно учили русский язык, весь город пристрел русскими вывесками. Где-то порядка двух лет назад ситуация кардинально изменилась. На улицах стали снимать вывески на русском языке и вешать на китайском. И тайцы стали изучать китайский язык. Многие говорят, что английского языка здесь достаточно знания, базового английского языка. И это, безусловно, так. Но тот английский язык, который мы учим в школах с правильным произношением, он очень сильно отличается от того английского языка, которым владеют тайцы. Понять быстро говорящего на своем английском тайца – это действительно задача. Впрочем, у застройщиков и в агентствах почти наверняка есть те, кто владеет русским. Кстати, поэтому на работе в сферу недвижимости здесь охотно нанимают наших граждан. Они-то, в отличие от англичан, владеют не только родным языком. У некоторых застройщиков, допустим, люди, которые у них работают, тайцы, они очень хорошо говорят на английском. Это прям радует. Гораздо проще общаться. Есть застройщики тайские, которые общаются только на тайском, да, и с ними очень сложно работать. Но, как правило, это не курортная недвижимость, это недвижимость, которую строят для тайцев. И тогда работать с ними не особенно и необходимо. Конечно, с общением вообще не будет проблем, если вы выучите тайский. Но это подвиг. Язык откровенно непростой. Поэтому далеко не все решаются на изучение и, в общем, справляются без него. Насчет необходимости каждый сам, наверное, себе выбирает это. Я пошла, потому что мне сначала было скучно, потом я поняла, ну, я живу в другой стране, как я могу не знать элементарно язык, что там, воды попросить, и что, что-то помощи. Поэтому я считаю, что если ты уже переехал, то будь добрый, выучи. У меня, к примеру, есть знакомые, которые решают этот вопрос следующим образом. У них есть дети, которые учатся в местных школах, где углублено изучение тайского языка. Есть метод обучения, когда человек, который знает язык, живет рядом с тобой и как бы делает все то же самое, что и ты, и ты таким образом очень быстро его усваиваешь. И вот эти взрослые поступают, по сути, так же. И сами потихонечку бытовой тайский язык осваивают точно. Оказывается, преодолеть языковой барьер помогают дети. Но опираться на детские вкусы правильно не всегда. Для меня труднее всего было привыкнуть к еде, на самом деле. Потому что здесь все сладкое, даже курица, она безумно сладкая, очень много сахара везде. И сначала, когда ты приезжаешь туристам, это так все здорово, очень быстрая еда, рис. А потом, когда ты понимаешь, что ты просто пухнешь, килограммы набираются очень быстро. Я не очень люблю тайскую кухню. Мои самые любимые блюда – это фрукты тропические, манго, драгонфрут, например. В прошлом году, когда я была беременна и ничего не ела, я просто сходила с ума от того, что мне нечего есть. Я приезжала и знала, что в конкретном магазине, на конкретной полке стоит то, что я ем. Есть буквально там несколько позиций, из которых я могу что-то приготовить. Вот террас. Заводя разговоры о местной кухне, я ожидал ответа вроде «да все круто». Но две недели беспривычной пищи – это одно, а вот несколько лет. Кстати, даже во время нашей туристической, если судить по времени поездки, мы готовили и сами. Тем более, что кухня у нас была. А с продуктами трудностей не почувствовали. На Пхукете хороши супермаркеты и особенно маленькие лавочки. Кажется, рынок самое то. Все вот эти местные фрукты, которые на территории СНГ мега экзотические, они все тут светки, свежие, вот только сорвали. Мне очень приятно купить и съесть такой продукт. Вот смотрите, обычная лавка, фруктовая, манго, очень вкусный манго. Смотри, какие бананы. Видел когда-нибудь такие бананы? Толстолатые. Да, вот такие бананы, такие бананы, такие бананы. Смотри, сколько видов бананов. Вообще в Таиланде, вон еще пальчиковые бананы. 25 видов бананов. Ну это прям вообще монстры какие-то, да? Слушай, эта штука у нас. Смотри, манго, манго и банан. Смотри, если сравнить, да? Манго и банан. Банан больше, чем манго. Даже среди тех, кто живет в Таиланде годами, есть люди, предпочитающие питаться вне дома. Пхукет как мировой курорт предлагает интернациональный выбор. Я стараюсь каждый день питаться в разных местах. Постоянно пробовать какие-то новые места и открывать для себя новые вкусные рестораны. Это могут быть какие-то кафешки на улице. Это могут быть так называемые макашницы, где продаются какие-то шашлычки. Это могут быть какие-то более дорогие рестораны на берегу, либо в торговых центрах. Тайцы живут бок о бок с европейцами сотни лет, и они, в принципе, умеют приготовить и так, чтобы всем понравилось. Ну а если хочется экзотики, идите на ночной рынок. Вот, например, такое типично тайское место, где состав блюд угадывается через раз. Что же касается нашего опроса, то в вопросах питания единодушного мнения мы не собрали, что, наверное, логично. Тайская еда, прелесть в том, что здесь, ну как бы, у тебя нет обязательства ее употреблять. И зря. Там все самое вкусное. Язык можно обойтись английским, еда готовить самим. Но вот общение с тайскими дорогами избежать не удастся никому. Честно говоря, без машины на Пхукете никак. И потому что общественный транспорт здесь развит слабо, и тук-туки совершенно не выручают. А во-вторых, практически в любом, даже идеально расположенном жилом комплексе, вокруг количество соблазнов будет все-таки ограничено. И вы наверняка захотите куда-то отправиться. И виллокарты предоставили нам машину. Кому-то признаться, что он не слишком уверенно чувствует себя за рулем, все равно, что заявить о страшном грехе. Я не такой. Поверьте, у меня есть опыт вождения в самых разных условиях. Но в Тае пришлось привыкать. Тайское движение непривычно для людей, только что приехавших в эту страну. Но могу сказать по себе, что где-то в течение двух недель я привыкал к тому, что движение отличается от нашего, в плане стороны дороги, по которой тебе нужно ехать. Но, несмотря на то, что привык к этому движению довольно-таки быстро, в течение нескольких первых лет я периодически пытался открыть пассажирскую дверь и видел, что на месте нет руля. Многие тайцы, которые водят, они, в принципе, не особо понимают правила движения. Многие вообще не получают прав, скажем так. Поэтому это тоже нужно держать в голове, что если вы следуете строго по правилам, не значит, что все остальные участники движения будут тоже знать их и ориентироваться. Качество дорог в Таиланде и на Пхукете вполне сносное. Асфальт ровный, ну, в тех местах, где он, разумеется, есть. Там основная проблема научиться реагировать на огромное число водителей на мопедах и на скутерах. И они ездят по своим, безусловно, существующим правилам. Главное здесь не совершать резких движений. Как только вы начинаете, показывая, что поворачиваете влево или вправо, делать это интенсивно, дерганно, риски возрастают многократно. Потому что в слепых зонах практически всегда кто-то есть. Очень много людей на мотоциклах. То есть ты всегда должен понимать, что здесь ты можешь кого-то не увидеть и задеть. И самое важное. Тайское движение – это испытание, даже если вы не собираетесь садиться за руль. Если я выхожу на улицу, особенно с ребенком, я понимаю, что я вообще не в безопасности. Особенно на дороге здесь нет пешеходных тротуаров. Страна не подстроена под пешеходов. То есть, как таковых, нет пешеходных улиц. Для тайцев пройти лишние 100 метров пешком – это, ну, что-то из области фантастики. Отсюда и следует отсутствие пешеходных улиц и, как таковой, культуры пропуска пешеходов. Так что же, бояться? Отнюдь. Главное – осторожность и следовать очевидным советам. Есть вот абсолютная непривычка жизни на дороге с кучей мотоциклистов. Это тоже надо привыкать. Но, в принципе, если ты едешь нормально, по правилам, все поворотники включаешь, никаких проблем нет. Самое главное правило – не делать резких движений. И ехать, как все, ни быстрее, ни медленнее, и тогда все будет безопасно. Не делать резких движений – это, кстати, не только про дороги, а вообще про жизнь в Таиланде, которую во многом определяет характер местных жителей. Они очень спокойны, они никуда не торопятся, у них все в жизни хорошо, они везде успеют. Они улыбчивые, они всегда расположены к любому человеку. Я понимаю, почему многие, кто приезжает сюда, тайцев не очень воспринимают. Они приезжают в каком-то своем ритме, в каком-то темпе, да, а тайцы, они прям сразу раз и снижают, да, вот эту скорость. И первые там несколько дней нужно привыкнуть, тебе хочется быстрее гнать там куда-то, а не надо. Зачем? Ну, отдыхай. Отдыхай. Вот универсальный замечательный совет. Даже если вы приехали на заработки, Таиланд позволяет зарабатывать с улыбкой. А когда она есть, адаптация за границей проходит легко, тем более, что вы точно не останетесь одни. На Пхукете живет уйма иностранцев, в том числе прикольные ребята из виллокарты. Я, честно говоря, не знаю, чтобы было какое-то комьюнити, иностранец входил в тайское общество. Здесь очень много людей из разных стран. Здесь все комьюнити международное. А вообще, да, комьюнити есть и в рабочем плане, и в плане отдыха, и в плане детей. Есть русскоязычное комьюнити, очень часто оно затягивает, и ты понимаешь в какой-то момент времени, что ты только на русском языке здесь общаешься. Прям иногда приходится себя выдергивать и общаться специально на английском, либо на тайском, если есть такая возможность. Продолжение следует...